здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал забытые технологии значит видел вот такой вот ролик у алексея кунгурова где значит он удивляется почему железо не гниет значит наивонный вопрос наивонное удивление хочу ему и вам уважаемые подписчики и просто зрители моего канала показать что все это давно известно почему не гниет как это делали для этого я вам покажу сейчас вот такой вот журнал называется наука и жизнь где все это подробно описано вот значит номер 17 за 1893 год сейчас я вам кое-что интересное зачитаю маленькую заметочку по поводу производства меди об меди значит вот за вот этот год в каком-то вот номере но уже искать не буду кому интересно берите я ссылку оставляю полностью на годовую подписку на именно вот на этот год 1893 можете найти как это делались делалось значит сталь разогревается там до скольких-то градусов и гальваническим способом напыляется медь и железо перестает гнить так ну давайте я вам перейду к заметке очень интересной так для начала значит покажу из википедии электрическая дуговая сварка 1802 год петров открыл явление вольтовой электрической дуги и указал что появляющийся белого цвета свет или пламя от которого он и угли скорее или медлительно загорается и от которого темный покой довольно ясно освещен быть может 1803 петров опубликовал книгу известны известия о гальвании вольтовых опытах так дальше 1882 беннардос изобрел электрическую сварку с применением угольных электродов которую запатентовал германии франции россии италии англии сша и других странах назвал свой метод электрогефестом 1888 славянов впервые в мире применил на практике дуговую сварку металлическим плавящимся электродом под слоем флюса в присутствии государственной комиссии он сварил коленчатый вал паровой машины то есть ребята понимаете да с какого с 1802 этим делом занимаются знали они обо всем этом деле понимаете да а нам значит впаривают что в 1854 году мы значит там на парусных судах воевали понимаете да что все во первых все изобретения первее всего внедряются в военной промышленности понимаете да значит вот тут уже нас обманывают так 1893 на всемирной выставке в чикаго славянов получил золотую медаль за спор за способ электросварки под слоем толченого стекла понимаете а сейчас давайте вот перейдем к статье я вам покажу что в этот же год они уже не только металлические сваривали они колокола сваривали бронзовые вы понимаете это какой скачок вообще так ну давайте электрическое исправление колоколов в номер шесть и следую следующий из следующих журнала наука и жизнь уже был изложен проект на реставрации царь колокола сал царь колокола по способу нг славянова начальника пермских пушечных заводов относительно этого поняли да прочее он сказал начальник пушечных заводов ребята я вам говорю что сначала все внедряется в военной промышленности понимаете да а нам значит чешут там что мы на парусных судах елы пали воевали так начальника пермских пушечных заводов относительно этого проекта многие высказывали сомнения одни говорили что самый способ не применим другие что звук будет не хорош и так далее в настоящее время мы имеем возможность все эти сомнения устранить фактами против которых возражать невозможно при просвещенном содействии просвете просвещенного петра епископа пермского господина господину славянову дана была возможность исправлять разбитые колокола исправление производилась господином славяновым на мата мата вели хинском заводе в течение февраля марта и апреля сего года вот его результаты колокол 48 пудов из уинского завода осенского уезда пермской губернии сквозная трещина длиной в 16 вершков исправлен в начале февраля в течение недели звук звук прекрасный по доставлению уинский завод рабочие устроили праздник и переусердство взводили 4 часа после чего на колоколе оказалась трещина но не по месту спая которая осталась целым колокол вторично привезен в моторилиху и исправлен теперь звук его превосходен место спая незаметно колокол в 100 пудов 11 фунтов из села култаевского в 30 верстах от перми отлит в 1864 году раздвояющаяся сквозная трещина исправился исправлен в совершенстве звук прекрасный в один путь 16 фунтов из деревни сенькиной близ палазинского завода 40 верстах перми почти в дребезги разбит при падении во время пожара церкви исправлен заново звук отличный что-то что-то у них там какая-то просто эпидемия с колоколами чего это они начали падать то все так и жарный ком колокол из перми в 10 пудов 3 фунта отлит 1849 году трещина сбоку сквозная исправлен так что место заплавки абсолютно узнать нельзя звук превосходный на днях мы получили телограмму что с матовик и лиханского завода он уже доставлен обратно в пермь из безярского завода 60 верст от перми колокол в 21 пуд отлитый в 1761 году исправлен заново и превосходно готовится к исправлению еще три колокола в 250 пудов из села богородского осинского уезда пермской губернии в 28 пудов оттуда же в 330 пудов из села бобровского екатеринбургского уезда 500 верст от перми при этих опытах выяснилось и стоимость работ переливка колоколов обходится около 10 рублей с пуда веса к колокола первый колокол 48 пудов стоило перелить около 500 рублей исправление его по способу славянова обошлось 50 рублей то есть десять раз дешевле чем перелить и при других работах пропорция стоимость заливки трещин и переливки всех колоколов остается такой же думаю что с технической стороны все сомнения этими фактами окончательно устранены царь колокол по повторяем несомненно можно реставрировать заново если это будет признано желательным то есть понимаете да ребята смотрите он не просто сварку то это применил этот славянов так он еще и варил по бронзе понимаете да какие технологии так давайте еще одну маленькую заметочку тут так закаленная медь несколько лет тому назад был открыт способ закаливания меди в америке образовалось общество еврика тнт-тр-тр пыр троливали поставившиеся медно-литейное дело на широких началах интересно что закаливание очищает металл до содержания 99 и 9 десятых меди он становится хорошо проводящим крепким как сталь и в то же время ковким благодаря этим качествам в америке как гласит циркуляр компании закаленная медь употребляется всюду в случаях контактах трения как например для счеток динамомашин заметив что способ закаливания меди был известен еще в древности вот такие вот ребята интересные дела находятся в старинных журналах и если мы начинаем искать спасибо за внимание читайте интересный этот журнал присылайте свои находки до свидания подписывайтесь на канал и и и и и и и и